Что скрывается за красивой оберткой? Так ли роскошен автомобиль внутри? Как он выглядит снаружи? Из чего он сделан? На сколько лет хватит этой красоты и техники? На все эти вопросы мы сегодня постараемся ответить, заглянув за ширму роскоши. Это канал «АвтоСтронг» и сегодня мы разберем его по фактам. Посмотрим на него внимательно. Что вы видите? Если рассмотреть несколько соответствующих эмблем и надписей, то это действительно «Майбах». Но на самом деле это навороченный, тюнингованный заводом Mercedes W222 и ничего более. Поэтому сегодня в обзоре мы рассмотрим и «Майбах», и все версии 222-го Mercedes. И начнём мы с двигателей. Идут годы, меняются поколения, но кое-что остаётся неизменным. Дизельный S-класс – это наше всё. И не удивляйтесь, раз уж человек сэкономил на покупке на вторичном рынке, то и экономия на заправках требуется по умолчанию. Поэтому S-класс дизельный всегда в цене и их быстро разбирают по рукам. Так вот, инженеры компании «Дальмер» как будто услышали таких клиентов и предложили им чудо – S-класс с гибридной силовой установкой и экономичным дизельным двигателем. Идея просто супер. К дизельному мотору добавили электромотор. Если таксовать на таком S-классе, то прибыль будет космической. Да и по езде всё в порядке – 7,5 секунд до сотки и средний расход 6,2 литра. И это всё тот же 222-й S-класс с гордым обозначением S300 Blutech Hybrid. Разумеется, это сарказм. Ни о каких покупателях бэушки компания «Дальмер» и слышать не хочет. Гибридная версия создана для эксплуатации в европейских городах. Дёшево, экономично, экологично. Но так кажется на первый взгляд. Непосвящённые люди не знают, что под капотом таких автомобилей мотор ОМ-651. Между дизельным двигателем и коробкой стоит электромотор. Это стартер-генератор, который берёт и отдаёт энергию в литий-ионную батарею, которая спряталась за передней левой колёсной аркой. Всё, что нужно знать про четырёхцилиндровый турбодизель ОМ-651, мы недавно рассказывали в нашем обзоре. Тут главное – не экономить. А вот электрическая часть гибридно-силовой установки не подарок. Ситуация с ней печальная. Доходит до глюков, вплоть до полного обесточивания автомобиля и необходимости замены дорогущей тяговой батареи. Можно попасть на сумму с четырьмя нулями. Естественно, не в рублях, а в валюте. Пока такой гибрид на гарантии был у владельца в Европе, то грустить не о чем. Ну, поездит владелец недельку на такси. Ну, а если Эско попросит замену батареи вне Евросоюза, то, скорее всего, с большой долей вероятности, она превратится на долгое время в недвижимость. Но есть выход. На 222-й до 2017 года устанавливали отличный турбодизель V6 OM642. Прекрасный мотор, который известен на любом клубном сервисе. Едет бодро, энергично, экономично. Проблем у него совсем немного. Кстати, у нас на канале есть его подробный обзор. В 2017 модельном году этот двигатель заменили на совершенно новый рядный шестицилиндровый турбодизель OM656. И не надо сейчас вспоминать BMW, потому что у Mercedes даже более длинная история с рядными шестицилиндровыми дизелями. У мотора OM656 легкосплавный блок цилиндров с чугунным напылением на стенках цилиндров. Стальные поршни, чтобы выдержать нагрузку отпрыска топлива до 2500 бар. Двойной турбонаддув с классическими газовыми турбинами. А вот выпускной распредвал на этом двигателе хитрый. Система Comtronic при малых нагрузках увеличивает фазы открытия выпускных клапанов, чтобы через них обратно в камеры сгорания возвращались горячие отработавшие газы. В комментариях вы часто спрашиваете про надежность мотора OM656. Так вот, в нем изнашиваются кулачки распредвала. Также иногда заклинивают стулочные муфты кулачков. Лопаются рокеры, а также выходят из строя электромагнитные актуаторы, которые сдвигают муфты. При этом раздается очень неприятный стук. Кулачки и рокеры под замену. А вот других дизелей на 222 не было. Выбор бензиновых двигателей у 222 S-класса огромный – от S400 до S650. И, конечно же, S65 – реальный рабочий объем от 3 до 6 литров на вершине гаммы битурбированный V12. Если вы не фанат дизеля, то порекомендуем вам самый надежный и вполне самодостаточный мотор M276. Он установлен в версиях S400 или S450. Это V6 объемом 3.0 или 3.5 литра. Кстати, трехлитровая версия мощнее и едет бодрее, потому что у нее есть турбонаддув. Трехлитровый бензиновый мотор с турбиной доступен в версии S400 Maybach. Серьезных проблем у бензиновых V6 нет. Но первые моторы при пробеге после 100 000 км шелестели цепями ГРМ после запуска из-за медленного нарастания давления масла в гидронатяжителях. Но инженеры Daimler быстро исправили эту проблему. В целом же эти моторы ходят долго не страдают перегревом и не задирают плазменное напыление чугуна на цилиндрах. Кстати, у атмосферного, то есть трех с половиной литрового мотора честные чугунные гильзы. Так что если вы не верите в чугунное напыление, то можете смело покупать автомобиль именно с этим мотором. Старший брат этого мотора битурбированный V8 с обозначением M278 для 500 серий. У этого двигателя также была проблема с шелестом цепей после запуска, но инженеры ее устранили. У этого двигателя цилиндры расточены прямо в люсиловом блоке, и никаких гильз там нет с завода. А вот на откапиталенных моторах гильзы есть, и вот почему. Этот V8 очень теплонагружен, и если владелец любит резкие старты и ложить стрелку спидометра на шоссе, то он просто обязан чистить радиаторы перед летним сезоном. Цепи ГРМ этого двигателя служат примерно 200 тысяч километров. Вместе с заменой цепей ГРМ надо еще провести ревизию масляного насоса. Частенько из-за его износа появляются проблемы со смазкой. Именно это, а также перегрев вызывает задиры в цилиндрах. Очень часто мотор M278 страдает от износа цилиндров, и поэтому очень легко нарваться на автомобиль с убитым мотором. Но в целом все хорошо, турбины дуют долго, непосредственный впрыск не беспокоит, если, конечно, заправляться хорошим топливом. С 2017 года 222 Mercedes получил новый бензиновый двигатель. Версии S450 и S500 стали мягкими гибридами в основе силовой установки трехлитровый рядный битурбированный шестицилиндровый двигатель M256. По сути, это такой же дизельный мотор M656 только для работы на бензине. Вот такая модульная история развивается под капотами Mercedes. Только бензиновый M256 максимально электрифицирован. Компрессор кондиционера и насос системы охлаждения приводятся электромоторами. Компрессор, один из компрессоров наддува, электрический, то есть крыльчатка приводится электромотором, который питается от отдельной 48-ольтовой электросети. Вместо маховика стартер-генератор, который выдает 22 л.с. и тягу в 250 Нм. А на впускном распредвале система Comtronic, которая изменяет высоту подъема клапанов. Пока неприятности с этим двигателем не замечено, но уже и известны случаи тотальных поломок из-за кривого чип-тюнинга. Из-за хреновых прошивок лопаются поршни и облезает чугунное напыление на стенках цилиндров. В 2017 году появилась версия S560 с совершенно новым турбобензиновым V8. Угадайте, какой у него рабочий объем? 4 литра. Изначально этот двигатель дебютировал на AMG GT, а потом появился на других Mercedes под обозначением M177 и M178. Система Comtronic на этом моторе участвует в отключении цилиндров при низких нагрузках. Вообще сомнений в надежности этого мотора пока нет. Ну, ходит себе и ходит, однако может очень серьезно пострадать от перегрева. Но если еще одно «но», о котором мы чуть позже расскажем. Ну и куда же S-класс без огромного V12? На 222-м сохранились моторы такой компоновки. Кстати, их уже носит второе поколение S-класса. Эти честные 6-литровые моторы появились еще на кузове 220 под обозначением M275. Здесь все те же ГБЦ с одним распредвалом, тремя клапанами на цилиндр и распределенным впрыском. Это очень надежные моторы. Однако, будем честны, кто ездит на S-классах за рулем? За рулем обычно ездят водители. Это потом, когда эти машины становятся дешевле раз в пять, владелец перебирается за руль, потому что наемный водитель влетает в копеечку, а первый и второй владелец почти всегда ездят сзади справа. Когда он не ездит, эти роскошные машины подолгу молотят на холостых оборотах в ожидании главного пассажира. И вот тут возникает проблема, кто и как меняет масло. То есть моточасы идут, одометр стоит на месте, и именно из-за этого умирает мотор и даймлер. Грубо говоря, владелец с большим удовольствием отдаст деньги на детейлинг, чем поменяет масло каждые 1-2 месяца. Когда S-класс попадает в руки знающие владельцы, то и замену масла производят каждые 7000 км, и тогда ресурсу моторов ничего не угрожает. Вы только задумайтесь, добрая половина водителей S-класса работают за рулем. То есть работают водителем, а не ездят по своим делам. Владелец обычно ездит сзади. То есть покупая этот автомобиль, владелец по сути отдает его водителю. Невооруженным взглядом видно, что S-класс, особенно в топ версии Maybach, это максимум автомобиля. Кругом ультракачественные и дорогие материалы. Я бы даже сказал, что кожа, которой обид этот салон, лучше кожи на мне. Ну, вы понимаете. Говорят, что на заднем ряду Maybach можно поработать. Это якобы офис на колесах. Но как бы не так. Мало в каком офисе можно расположиться на супер комфортном массажном сидении и попивать бокал игристого, которое, кстати, здесь и охлаждается. Это спа-салон. Но вернемся к нашему обзору, к другим поломкам и техническим вещам. В паре с какими трансмиссиями работают двигатели S-класса? Правильно, с автоматическими собственного производства. Для старых бензиновых двигателей предназначен автомат 7G-Tronic Plus. С 2013 года на 222-й модели появился совершенно новый автомат 9G-Tronic с обозначением 725.0. Для гибридных версий предназначается 7-ступенчатый автомат под обозначением 724.2. Систематических проблем на данный момент у этих трансмиссий не выявлено. Для комфортной, хорошей эксплуатации, чтобы автомат не лагал, не пинался и хорошо работал, меняйте масло каждые 50 000 км вместе с фильтром. А между заменами следите за потеками на стыке масляного поддона АКПП. Что еще нужно знать о 222-м? Полноприводной версии унаследовали болячку по предыдущей модели. Эта болячка касается только полноприводных версий. Дело в том, что привод на переднее левое колесо проходит через масляный поддон. То есть через масляный поддон проходит промежуточный вал, который вращается на подшипниках. Эти подшипники плохо защищены от грязи, которая довольно быстро их приканчивает. В среднем он ходит порядка 80 000 км. Осматривать его надо каждый раз при замене масла. Изношенный подшипник начинает сначала гудеть, затем появляется вибрация, а затем он начинает изнашивать посадочное место в поддоне. При такой проблеме придется менять поддон. Глюков по электронике немного. Обычно все неприятности устранялись в гарантийный период путем замены оборудования и обновлением ПО. Вспомогательный аккумулятор, который находится сзади справа за обшивками, служит примерно 4-5 лет. А если у него совсем не остается сил, машина выдает соответствующее сообщение. Стыдное место на 222-ом Mercedes это потеющие фары. На многих машинах после мойки они намокают, потому что пропускают влагу по стыку между стеклом и корпусом. Слой герметика между этими деталями очень тонкий. Решить проблему можно кардинально. Многие мастерские предлагают расклейку и переклейку фар. Игнорировать эту проблему нельзя, потому что влага, которая находится в фарах, может прикончить электронные блоки управления фар. Мало кто знает, что в этих фарах есть лоток с влагопоглотителем. Именно так инженеры Daimler рекомендуют решать эту проблему, то есть менять осушитель, который впитывает влагу, которая попала в фары. Мерседес S-класса невозможно представить без пневмоподвески и ее ремонта. Да, пневмостойки и их амортизаторы стоят очень дорого – по 2000 долларов. Но практически во всех случаях все ее элементы поддаются ремонту. Вообще, пневмостойки надежные и долговечные, ходят по 200 000 км. В самой подвеске неудачно сделаны фишки клапанов, которые отвечают за жесткость подвески. В них пропадают контакты. Также сами электроразъемы могут отвалиться. После этого подвеска, а точнее амортизаторы остаются в самом жестком режиме. Компрессор пневмоподвески погибает, наглотавшись влаги из воздуха. Вообще, у него есть сменный фильтр, который стоит менять каждые 20 000 км. Плюс надо менять наполнитель для поглощения влаги. Оригинальный компрессор стоит 900 долларов, но есть заменители, которые в разы дешевле. Рычаги подвески 222-го S-класса не ломучие. Раз 50 000-80 000 км приходится менять стойки стабилизаторов. По передней и задней подвеске много предложений по неоригиналу, но стоимость оригинальных деталей не зашкаливает. Вообще, рассказы и легенды про ломучие S-классы, которые лучше подарить врагу, появляются после нескольких владельцев, которые покупали эти машины на один год и не обслуживали их. Также нет дела до машин юрлицам и автопаркам, которые покупают их на непродолжительный срок. Вообще, 222-й S-класс при должном обслуживании ходит долго, без проблем и не ломается. Ну а если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».